Здравствуйте, уважаемые зрители и подписчики канала Процветок. С вами Юлия Кондратенок, и сегодня мы с вами поговорим о побелке деревьев. Нужна ли она? Когда нужна? Для чего нужна? И кому нужна? Я могу сказать только одно. Побелка плодовых деревьев однозначно нужна. И не только для взрослых, но и для молодых деревьев. Почему? Дело в том, что побелка, покраска, она единственное средство, которое может защитить ваши деревья, особенно молодые, от солнечных ожогов, от морозобоин в февральские солнечные дни, когда днем яркое солнце сменяется ночью пронзительным морозом. Именно из-за перепада температур темная нагревшаяся кора легко лопается. И как следствие, мы можем потерять дерево буквально в первый же сезон, либо получить долго незаживающую рану на стволе, которая тоже может привести к очень нехорошим последствиям, а именно к потере дерева. Итак, когда нужно белить? По старой памяти, многие из нас помнят, что к майским праздникам, к Пасхе, все деревья в саду красили. Но поверьте, эта покраска носила скорее декоративный характер, просто чтобы было красиво. Но пользы от нее деревьям уже никакой. По-настоящему красить нужно осенью. Это может быть период листопада. Желательно, чтобы погода в это время держалась сухая, а по прогнозу желательно, что хотя бы три дня, потому что краска должна высохнуть надежно и закрепиться на стволе. Кого мы красим? У многих садоводов есть предубеждение, что молодые деревца, особенно только что посаженные, красить ни в коем случае нельзя. Якобы это забивает поры, чечевички и не дает деревцу дышать. Я вам могу сказать, как биолог, как ботаник, основной орган дыхания растений – это лист. Это во-первых. А во-вторых, да, чечевички есть на коре. Их основная задача – газообмен. Но зимой дерево находится в покоящемся состоянии. Оно не дышит, оно спит. И в-третьих, ни одна из садовых красок не образует сплошного слоя, который препятствует дыханию. Наоборот, если вы посмотрите на покрашенные деревья через какое-то время, вы увидите, что вся краска идет мелкими трещинками, через которые и может происходить столь необходимый, по мнению многих садоводов, газообмен. А для молодых деревьев покраска как раз наиболее актуальна, потому что они имеют очень нежную, очень тонкую кору, практически без пробкового слоя. И любое яркое солнышко в феврале, марте или суровый мороз может вызвать подмерзание, ожоги, морозобоины. Таким образом, мы красим все деревья, в первую очередь, конечно, молодые, только что посаженные. Второй момент. По какую границу красить наши садовые деревья? Обычно мы рекомендуем до основания первых скелетных ветвей с обязательным прокрашиванием развилок. Это очень важные узлы в кроне любого дерева. Их повреждения, болезнями, трещины появления, ожоги, морозобоины, которые могут дойти до развилки, фактически приговаривают растения к гибели. Поэтому обязательно прокрашиваем основание всех веточек. Перед покраской не забываем на старых деревьях счистить отмерзшую кору. Зачем? Во-первых, это избавит вас от зимующих под чешуйками коры вредителей, их личинок, их яйцеклаток. Во-вторых, такие деревья, с которых счистили уже отмерзшую, отстающую кору, требуют гораздо меньше краски на единицу площади. Иногда в 2-3 раза меньше, по моим личным наблюдениям. Итак, а чем же мы будем красить? Сейчас очень большое количество различных садовых красок. Я в первую очередь обращаю внимание на то, чтобы в краске содержался фунгицид. Ведь профилактика болезней коры и древесины осенью должна стоять на первом месте. Содержащиеся фунгициды, чаще всего это препараты меди, они препятствуют попаданию возможной ранки на коре инфекции, а если она там есть, расправляются с ней. При покраске обязательно промазывайте все трещины, имеющиеся срезы. И, кстати, при покраске стараемся, чтобы зона окрашенная доходила практически до самой земли. Дело в том, что не всем мышам нравится вкус этой самой краски. Многие из садоводов в качестве альтернативы покраске деревьев используют обматывание стволиков белым спонбондом, различного рода тканями, полипропиленовыми мешками. Что можно сказать? С одной стороны, да, они выполняют свою функцию. Они предотвращают нагрев коры, солнечные ожоги, морозобоины и как бы защищают дерево еще и от зайцев. Но, с другой стороны, если зима влажная, если погода сменяется оттепелем и морозами, мокрым снегом, то намокший спонбонд и примерзший коре может повредить ее. Особенно это касается именно молодых деревьев. И в таком случае польза от обматывания спонбондом, можно сказать, условная. Более того, если это яблоня, мышка с большей охотой придет к такой яблоньке, чтобы, во-первых, использовать спонбонд для своих мышиных целей, а во-вторых, чтобы погрызть ее кору. Защитить в таком случае спонбонд от мышки не сможет. Лично я всегда выбираю хорошую садовую краску с фунгицидом. И поверьте, в нашем саду у таких покрашенных деревьев не бывает проблем ни с солнечными ожогами, ни с морозобоинами. Если вам надоела монохроматичная краска ваших садов зимой, в белую краску, вы можете добавить немножко пигмента. И тогда ваш сад зимой будет радовать вас красивыми пастельными оттенками розового, сиреневого или салатового на ваше усмотрение. С вами была Юлия Кондратенок. Спасибо за ваши лайки, за ваши просмотры. И до новых встреч на нашем канале. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова